Врач-терапевт Врач-кардиолог, большой специалист в артериальной гипертензии Ну и, в принципе, наш большой друг Но, сегодня у нас тема непростая Мы говорим не просто про боль, мы все время говорим про боль в спине, про головные боли Про боли в конечностях, в суставах Но забываем про боль, которая, наверное, самая неприятная с точки зрения диагностики Потому что может быть жизнеугрожающей Мы говорим сегодня с Антоном Владимировичем о боли в грудной клетке Антон Владимирович, боль в грудной клетке, по-твоему, насколько часто является причиной обращения к врачу? Очень часто среди пациентов, которые обращаются к кардиологу Довольно много пациентов, которые жалуются на то, что у них, скажем так, болит сердце Но при этом надо сказать, что среди них удельный вес пациентов Имеющих реальные проблемы сердечно-сосудистые Прежде всего и шимическую болезнь сердца Он достаточно небольшой То есть среди тех пациентов, которые говорят, что здравствуйте, доктор, у меня болит сердце На деле нашими пациентами является, наверное, процентов 10 Но это не значит, что с ними не надо заниматься Смотри, есть же ситуации, когда, я помню, мне, знаете, человек говорит Слушай, у меня там, еще я в ординатуре учился У меня что-то вот сердце болит Не могу уже второй день прям болит сердце Прям плохо, что-то холодный пот Вообще беда какая-то Я думаю, слушай, наверное, что-то плохая какая-то история Дай-ка позвоню своим товарищам по партии, там, кардиологам Звоню кардиологам, говорю, слушай, если у человека больше 10 минут болит в грудной клетке То это не инфаркт Вот насколько это диагностические критерии в этой ситуации Ну, подожди, как раз там холодный пот и длительная боль Это практически ты острый коронарный синдром и описал Не-не-не, действительно, надо всегда отталкиваться от презумпции тяжелой болезни Поэтому все-таки любая боль в грудной клетке А тем более вновь появившаяся, интенсивная, непонятная Всегда это показания к регистрации ЭКГ Да, честно говоря, даже если она не интенсивная И даже если она понятная Как говорится, лучше пень принять за тигра, чем наоборот То есть любое знакомство с пациентом с болью в грудной клетке Оно все равно, как минимум, должно начинаться с электрокардиограммы Электрокардиограмма Насколько рутинное ЭКГ является диагностическим важным исследованием для боли в груди? Если у пациента болит прямо сейчас Если это острая боль, вот она сейчас болит И мы сейчас делаем ЭКГ То, в общем, это достаточно значимый метод исследования Потому что прямо сейчас болит в груди Рабочий диагноз – острый коронарный синдром Если мы не берем молодую барышню с панической атакой То в любом случае у большинства людей Острая боль в груди – для нас это подозрение на инфаркт миокарда Рабочий диагноз – острый коронарный синдром Дальше мы снимаем кардиограмму И в зависимости от того, что мы видим Этот рабочий диагноз распадается на острый коронарный синдром С подъемом сегмента СТ И тогда пациент с фонарями едет в сосудистый центр Открывать коронарную артерию И острый коронарный синдром без подъема сегмента СТ И тоже в зависимости от того, что мы увидим на кардиограмме Опять же, рано или поздно пациент должен приехать в сосудистый центр И очень может быть, что тоже на гатверентгеноперационную Это острая ситуация Но опять же, если пациент говорит Что там у меня, доктор, вот у меня бывает Там вступает, тут где-то вот давит, болит А вот сейчас не болит, а сейчас все хорошо Она вот иногда давит, вступает То кардиограмма покоя может быть абсолютно нормальной То есть мы студентов на этом деле бросируем Задачка по стенокардии Там типичный какой-нибудь мужчина 55 лет Там с грудной жабой Пациент пришел на прием ЭКГ покоя прилагается И студент, он понимает, что там, ну, описано же классической стенокардии И он вертит, крутит эту кардиограмму И так, и так, пытаясь найти, где же здесь на кардиограмме стенокардии А коварные преподы, естественно, подсунули ему абсолютно нормальную ОКГ То есть нормальная кардиограмма не исключает Наличие серьезных и даже очень серьезных проблем Сердца Ну, ты сказал такую интересную фразу Мы всегда подозреваем острый коронарный синдром Если это не девушка с панической атакой Но, как мы знаем, если у вас паранойя Ты еще не знаешь, что за вами никто не следит И, в принципе, девушка с панической атакой Тоже имеет право на коронарный синдром Да редко, да маловероятно Но теоретически-то мы не можем полностью исключить Ну, право-то вы имеете А можете, не могу Ну, бывает, конечно, все бывает То есть, в принципе, всегда надо снять Как это даже у девушки с панической атакой Да, естественно, в любом случае У девушки с панической атакой, в конце концов, там, это ЭКГ Она будет иметь важное психотерапевтическое значение И, в конце концов, не убудет ни от кого Ну, да, найдется пролапс метрального клапана И все будут счастливы Пролапс на эхо кардиографии Да, еще Ну, и нам, неврологам, ЭКГ Нет, на ЭКГ найдется блокада Неполная блокада Правая ножка пучка гиса Да, тоже вариант Смотри, но боль в грудной клетке Все-таки надо дифференцировать С чем мы в первую очередь проводим диагноз Если мы понимаем, что ЭКГ у нас нормально Мы можем сразу исключить вообще всю коронарную патологию Или мы можем все-таки сказать, что да, ЭБС возможно Но нам надо сначала сделать вот это, вот это, вот это, вот это Для того, чтобы исключить все остальные варианты Вообще, вот, естественно, у нас все всегда крутится вокруг ЭБС То есть, понятно, что боль в грудной клетке С точки зрения кардиолога Это, там, 90% ЭБС Там стенокардия типичная Атипичная, там, такая-сякая И какие-то, ну, не сердечные, но не коронарогенные кардиологии Там, перикардит, там, реже миокардит То есть, что-то еще с сердцем, но не коронарное И огромный совершенно пул вообще не сердечных проблем То есть, естественно, прежде всего нам надо исключить нашу патологию И вот здесь самое большое коварство Потому что, несмотря на то, что появляются какие-то новые методы функциональной диагностики в кардиологии Совершенствуются нагрузочные пробы Там, сейчас мы уже стараемся использовать не просто обычный трэдмил-тест Или велоэргометрию, там, пробы на беговой дорожке или на велосипеде Стараемся использовать стресс, эхокардиографию, радиоизотопные методы диагностики Но все равно точность диагностики стенокардии во многом основывается на сборе анамнеза Вот как это ни странно Все равно, и это, кстати, и в рекомендациях написано То есть, клиническая картина все равно имеет основное значение Да, причем, конечно, в клинической картине надо ориентироваться не столько на боль Сколько на переносимость физической нагрузки Вот самый частый, такой ошибочный вопрос студентов, которые расспрашивают пациента Скажите, пожалуйста, у вас сердце болит? Все, это вот патовая ситуация, это ошибка сразу Потому что, конечно, он скажет, ну, конечно, болит Ну, у кого оно не болит? Понятно, что болит Побаливает Да, это совершенно не то То есть, правильный вопрос Скажите, а как вы переносите физическую нагрузку? А сколько вы можете пройти? А что вас остановит? И нередко пациент описывает не в терминах боли А в терминах какого-то дискомфорта Отдышка Вот что-то давит, ноет, тянет И вот здесь начинаем мы как раз думать А есть ли у пациента стенокардия? Причем иногда, я не знаю почему Ну, вернее так, догадываюсь Но последние годы описание становится гораздо менее классическим То есть, мне, человеку, работающему преподавателем в клинике Где четыре кардиологических отделения Или три кардиологических, одно терапевтическое Где уж, казалось бы, больные сердечно-сосудистые должны быть потоком Мне найти зачастую для студентов пациента с типичной такой вот гиберденовской стенокардией Вот с загрудинными болями Бывает очень сложно Мы как-то разбирали пациента А у него анамнез, ну, вроде все есть Вот недавно совсем И что-то он такое рассказывает Вроде похоже Я немножко так студентам натягиваю Как-то вот говорю Ну, вот да, вот посмотрите Вот похоже Потом я возвращаюсь в ординаторскую Отдаю историю болезни лечащему врачу Он говорит Ну что, говорит, Антон, что думаешь? Коронарку-то надо ему делать Я говорю Знаешь, я бы сделал Вот у меня ощущение, что все-таки надо ему делать Делаем коронарографию А там одна артерия вообще закрыта И две артерии стеноза по 90% То есть, вот такая вот какая-то очень невыразительная клиническая картина Ты знаешь, я думаю, что это связано с тем, что мы стали хорошо пациентов лечить То есть, если раньше атеросклероз, он вот шел своим чередом Ну, что, не было статинов Прежде всего Да, что у нас останавливает прогрессирование атеросклероза? Статины Вот, не было толком гипотензивной терапии, там, ну, антиагрегантов И бляшка росла довольно быстро То есть, натуральное такое прогрессирование атеросклероза То есть, сейчас все-таки пациенты худо-бедно к нам попадают И мы худо-бедно какую-то первичную профилактику проводим И то, что в пациенте все равно плавают какие-то гипотензивные препараты Там, статины, пусть и какие-то нецелевые дозы Там, антиагреганты И вот это, по-видимому, все-таки замедляет прогрессирование атеросклероза А как мы понимаем, чем медленнее прогрессирует болезнь Тем менее типичная клиническая картина получится на выходе Думаю, что так И плюс такая компенсация идет же Все равно какая-то организм пытается эту историю компенсировать То есть, бляшка от нуля до 90% Она растет не за год, как это полагается Она растет за 10 лет И за это время клиническая картина смазывается Думаю, что так Ну, хорошо Все равно, так или иначе, пациенты с стенокардией попадаются Даже нетипично То есть, вот То, что когда-то, я помню, еще называли энджайна Когда грудная жаба, вот эта вот, когда села жаба на грудь Жаба душит Жаба душит, да Вот этих уже нет Но есть, наоборот, более сложные получаются пациенты И все-таки возраст обращения То есть, мы говорим, инфаркт помолодел Инфаркт помолодел, да Инфаркт помолодел Но, видишь, на чем дело Инфаркт ведь это же не исход стабильной стенокардии, как правило То есть, чаще примерно 70% острых коронарных синдромов Ну, скажем так, инфарктов Это инфаркты, которые возникают без предшествующей стенокардии То есть, не у того человека, который там ходил и 10 лет Жаловался на загрудинную боль А это просто вот как гром среди ясного неба Вот недавно я там пришел Ну, неважно, там по работе Короче говоря, там женщина, девушка молодая, ей лет 30 Она не врач вообще Она узнала, что я кардиолог Говорит, а вы можете мне сказать, что произошло с моим мужем? И она мне показывает посмертный эпикриз Результаты вскрытия молодого мужчины Я помню, что он 83-го года рождения Который внезапно ночью умер Она мне показывает эпикриз А там очень красиво описано расслоение бляшки Разрыв бляшки в стволе левой коронарной артерии с тромбозом То есть, видео-мейкер Там 30-ти процентный какой-то, наверное, был крошечный стеноз Клинически незначимый И в какой-то момент что-то с ним случилось А, это был 3 января Понятно, что там со всей страной случается Разорвалась бляшка, тромбоз Все, две артерии из трех закрыты То есть, это, на мой взгляд, помолодение инфарктов Это рост частоты факторов риска Это курение Для тех, кто не знает английского Антон Владимирович сказал страшную фразу У бидлмейкера Это делатель вдов То есть, это такой инфаркт, который случается внезапно Быстро, у молодых Ночью И как раз Ну, или даже не ночью, а днем Кстати, делатель вдов Это имеется в виду ствола Потому что катастрофа в бассейне В стволе левой коронарной артерии Она, как правило, приводит к выбыванию из строя Сразу двух из трех коронарных артерий И там уже Правила внезапно смерти Мало вариантов Острая коронарная смерть Здесь, наверное, важно упомянуть Что мужчины все-таки все равно страдают чаще, чем женщины Да мужчины, они страдают В общем, мужчины и женщины, они страдают примерно одинаково Но женщины страдают чуть позже по понятным причинам И женщины страдают менее типично Вот это известно То есть, если... Ведь все, кстати, вот Смотрите, любая клиническая картина Любая студенческая задачка Любой голливудский фильм Обязательно кто там хватается за грудь У кого возникает приступ У мужчины Пожилого мужчины Ну, пожилой там 55 лет В общем, еще не пожилой даже Но у женщин-то инфаркты есть И стенокардия у них есть Просто атеросклерозом-то они болеют В конце концов, женщины Они тоже болеют атеросклерозом Но эстроген все-таки защищают какое-то время Какое-то время Но клиническая картина у них менее типичная В 2016 году американская коллегия кардиологов Выпустила специальный документ Именно консенсус по инфарктам у женщин И там не было чего-то особенного В плане лечения женщин Понятно, что женщины лечатся так и мужчины Как и мужчины Привет феминисткам Но у женщин клиническая картина Гораздо менее типичная Там может болеть не за грудиной А может быть одышка Может где-то болеть, тянуть на плечо Скажи, классическая вот эта история Которую мы с клинической скамьи впитывали О том, что инфаркт миокарда Это радиация в челюсть В левую лопатку В левую руку Насколько реально часто случается такая радиация Чтобы утром человек пришел И сказал Блин, что-то меня вот левая лопатка тянет Снимаем ему МКГ, а там инфаркт Ну и такое бывает Я не работаю в кардиоблоке Поэтому я не могу разложить это все Вот так вот прийти на прием Это маловероятная все-таки история Ну за всю мою работу Вот так, чтобы на прием пришел человек Со свежим инфарктом Это было, наверное, раза три Еще пару раз приходили пациенты Которые там сидели полтора дня И приходили уже, так сказать, с подостром Уже в не обострении К счастью, да К счастью, бывает не очень часто А скажи, пожалуйста Вот есть такое классное понятие Мне оно прямо дико нравится Называется прединфарктное состояние Ну я как невролог понимаю, что прединсультного состояния не бывает Да, в принципе, это фантастика Я так понимаю, что с прединфарктным состоянием В ровном такая же история Это описание элемента стенокардии По всей видимости просто Ну да То есть прединфарктное состояние Это тоже такой очень научный какой-то Даже не научно популярный А просто популярный термин И я каждый раз не знаю, кто чего вкладывает в это понятие То есть когда-то называли Под этим понимали, скажем так Прогрессирующую стенокардию То есть одна из форм Нестабильная стенокардия Когда приступы на коротком отрезке Они становятся все чаще Ну зачем? Есть понятие нестабильная стенокардия Оно довольно четко очерчено Это показание к тому, что больной попал в рентген операционно Это обывательский термин Как микроинсульт Мы с тобой прекрасно помним Что еще 10 лет назад Попадание больного в рентген операционно Это было больше фантастикой Чем реальностью И до сих пор Поскольку нас смотрят не только в Москве люди Существуют варианты Когда на прием таки приходят пациенты с инфарктами И в том числе, например, к неврологу Когда речь идет о боли Именно в плече В лопатке И вот здесь ситуация Врачу по анамнезу Как все-таки попробовать разобрать Если мы говорим, что диагноз больше клинический Как попробовать разобрать Что неврологу уже пора валить И вызывать кардиолога Или вообще бежать Я не видел этого пациента Чтобы, не дай бог, ничего не случилось Есть какие-то диагностические признаки Возможно усиление боли на физической нагрузке Какие-то более типичные сопровождающие симптомы Коморбидные Естественно, коронарная боль Это, как правило, боль Скажем так, при увеличении ЧСС Все очень просто Что значит при нагрузке Все, что увеличивает ЧСС Почему, например, все нагрузочные пробы У нас основаны по-простому На наращивании частоты сердечных сокращений Конечно, либо физически Либо через пищеводную стимуляцию Либо добутамином То есть, конечно, чем больше нагрузка Тем сильнее боль Понятно Это классика Это основной, наверное, критерий Я бы Знаешь, что, наверное, сказал бы Наверное, для неврологов И вообще для врачей общей практики Что если у пациента Где-то что-то болит при нажатии Это не исключает наличие у него Ишемической болезни сердца И коронарных проблем То есть, это не перелом пальца Да, потому что очень частый подход Ну, хорошо, давайте, раздевайтесь Тут болит, тут болит Ой, да, тут болит, тут болит В принципе, у меня болит Ну, что вы хотите, батенька У вас остеохондроз Идите там завтра на пробежку с утра Понятно, что у многих людей Не мне вам рассказывать Где-то что-то болит Какие-то мышечно-фасциальные симптомы Вот так я сейчас всумничал Миофасциальные, мышечно-тонические, но не важно Хорошо, хорошо Ну да, вот это самое вот есть Короче говоря, когда пальцем тыкаешь Она болит Но опять же, это совершенно не значит Что это как раз сейчас является причиной обращения Ну, ведь действительно Если мы говорим о неврологах Что в нашей стране занимаются этим неврологи Во всем мире это врачи общей практики То есть понятие вертоброгенной кардиологии То есть боль в груди обусловлена патологией грудного отдела позвоночника Скажем так, да? Это, кстати, так хорошо, что она есть Потому что это позволяет нам в ситуации Когда мы исключили коронарогенную сердечную боль Сказать, о, это вам к неврологам А они уже не смогут отделаться Да, они уже не смогут отделаться Это известно Но вот вертоброгенные кардиологии Что-то прям тост за вертоброгенные кардиологии На самом деле диагноза такого нет Мы говорим о торакалгии в той или иной степени Как надо сказать торакалгии? Хорошо, за торакалгии За торакалгии, да Торакалгия здорово Но по сути-то инфаркт миокарда тоже торакалгия Ну, если так уж подходить к вопросу И интересная история с пациентами Пациент, приходя на прием Боли в грудную клетку Меняемый человек сначала все-таки пойдет к кардиологу Наверное, да, если передняя поверхность особенно болит Вот каждый раз кардиолог Ну, потому что я знаю, что у нас полно кардиологов Которые радостно говорят Ой, у вас предамфарктное состояние Или там сердечко пошаливает Особенно в санаториях Это популярная история Сердечко пошаливает Я думаю, ты знаешь, что это происходит И вот вам табличка мелодроната Жизнь наладится Или там предуктала Жизнь наладится, да Вот здесь вопрос Если этот человек, например, 55-ти плюс лет То есть, он еще не пожилой, но уже и не супермолодой Зрелый И у него действительно возникают какие-то периодически неприятные ощущения в груди Все-таки вот обследование Какое ему лучше пройти для того, чтобы полностью исключить патологию миокарда? Следующий шаг То есть, естественно, мы делаем ЭКГ в покое И с этого все начинается Но мы уже помним, что абсолютно нормальное ЭКГ Не исключает наличие тяжелого атеросклероза в этом пациенте Это к вопросу ЧКПов Конечно Поэтому следующий шаг Если у пациента есть симптоматика То есть, если мы подозреваем, что есть какие-то симптомы Мало-мальские, важные, которые могут указывать на коронарный атеросклероз То следующий этап – это нагрузочные пробы И вот с нагрузочными пробами, кстати, все очень интересно Когда мы раньше со студентами классически занимались Да, в общем, честно говоря, так и делали Ну, хорошо, сходите на трендмил, сходите на беговую дорожку А, видите, у вас ничего нет, все, до свидания Значит, вам к неврологу, у вас вот эта самая торакалгия вертеброгенная Прямо мне напомнил, кстати, я первый в жизни свой диагноз на четвертом курсе На практике написал в приемном отделении 24-й больнице Звучал вертеброгенная люмбышалгия Нас уже тогда неврологи выучили, что термин остеохондроз нехорош Ну ладно, вернемся к делу То сейчас, в общем-то, стало понятно, что специфичность и чувствительность Стандартной нагрузочной пробы на велоэргометре или на трендмиле Она не очень высокая И особенно у пациентов с какими-то неясными болями Особенно у женщин лучше делать визуализирующие пробы Да, это сложнее, да, это дороже, да, это не везде возможно Но к этому надо стремиться либо стресс-эхо Либо стресс-эхо-кардиография Либо, что еще сложнее, это стресс-цинтиграфия Потому что, к сожалению, у стандартных вот этих нагрузочных проб на трендмиле Или еще, чего хуже, кстати, до сих пор вот в этих самых санаториях Встречается нагрузочная проба с приседаниями Сколько надо приседаний? Зачем? Кто там чего приседает? Как это все дозировать? Вот это, конечно, сказки все Не надо никаких проб с приседаниями Надо стремиться к вот таким правильным визуализирующим нагрузкам Хорошо, если идем дальше КТ-каронарография, скажем так Вообще, какое-то сейчас имеет диагностическое значение? Конечно, КТ-каронарография имеет диагностическое значение И это замечательный метод Прежде всего, он замечательный своей малоинвазивностью Кроме внутривенного введения контраста, ничего там страшного нет И сейчас уже потихонечку, медленно-медленно мы приближаемся Ну, мы, я имею в виду все прогрессивное человечество Приближаемся к тому, чтобы даже КТ-ангиография могла заменить традиционную ангиографию Но пока она этого не делает Поэтому идея такая Если я скорее подозреваю, что у пациента есть какая-то проблема в коронарных артериях И он потенциально может стать клиентом ангиохирурга Да, рентгенно-эндоваскулярного хирурга То все-таки мы его направим на прямую классическую коронарографию Благо, она сейчас тоже делается через лучевую артерию И все это не очень травматично КТ-коронарография мне скорее будет нужна, если мне нужно исключить ЭБС Вот да, пациент рассказывает красивую стенокардию Прям вот Но все равно у меня что-то не складывается И факторов риска у него мало И возраст у него не подходит И липиды у него нормальные, не курят Ну откуда бы в нем взяться атеросклерозу, думаю я И тогда скорее для того, чтобы исключить клинически значимый атеросклероз Я его направлю на КТ-коронарографию Вот такая идея Ну то есть ниша своя, скорее не то, чтобы рутинный метод обследования Это скорее ниша для пациентов Это совсем не рутина Это совсем не рутина Там тоже есть много подводных камней Но это метод совершенно четкой ниши Постепенно, да, эти ниши будут расширяться Слушай, а как ты относишься к тому, что вот ты сам не можешь пойти в рентгеноперационную И сделать коронарографию Ну вот в принципе для хирурга американского Для кардиолога американского или шведского Это нормальная история Пойти сделать коронарографию Сразу все исключить, чем таскать больного через полгорода Или через между этажами там и так далее Насколько это значимо для кардиолога? Я не думаю, что все-таки все кардиологи там во всех прогрессивных странах Могут сами пойти в операционную и поставить стенд Ну, скажем так Я с некой печалью отношусь к тому Что я не могу самостоятельно делать все Чем в принципе должен владеть кардиолог у них То есть, стыдно сказать Я признаюсь, я даже их кардиографию не могу делать Потому что это сертификаты функциональной диагностики Я могу делать, ну прежде всего потому, что я не умею Потому что я в свое время этим не обучался То есть, я могу заниматься функциональной диагностикой Да, я где-то там обучался на производстве Но сам я уже сейчас делаю это редко То есть, да, я умею шифровать холтер Или я могу постоять на трендмиле Но я реально это делаю редко Это плохо, да Плохо я к этому отношусь Ну, то есть, это вот та самая непрактичность советской медицины Разделение обязанностей Которое приводит к тому, что пациент должен заходить На большой круг часто, когда есть проблема Смотри, а вот редкие синдромы Такие, как, например, синдром токацуба какой-нибудь Это же тоже боль в груди Да, кстати, это кацуба Я бы даже не сказал, что это редкий синдром Уже нет, но я помню еще и вискут, что это было редким каким-то Да, он появляется все чаще и чаще Вот эта стресс-индуцированная кардиомиопатия То есть, когда вдруг внезапно падает сократительная функция Да, это есть, это встречается И, в общем, мы сейчас уже, надо сказать, худ бедно это распознаем Ну да, потому что я помню еще там 10 лет назад Это была прям какая-то вау, вот это да Синдром токацуба, давайте скорее напишем статью А сейчас все-таки стали чаще, да? Это выявляемость улучшилась или их действительно стало больше? Вот это всегда вопрос Ну, во-первых, конечно, выявляемость улучшилась Потому что если 10 лет назад это вообще была диковинка И описали это не так давно в нашей жизни То, конечно, выявляемость улучшилась Хотя бы стали об этом думать Потому что очень сложно поставить диагноз, который у тебя нет в голове Это я всегда говорю про головные боли Если у невролога в голове 30 из 300, то поставить диагноз будет достаточно сложно Да, 31 уже сложно Я напомню, что токацуба это ловушка для осьминогов японская, если я правильно помню И сердце принимает просто форму определенную Слушай, ну это действительно боль в груди, индуцированная стрессом Это фактически для человека это же как инфаркт То есть это, но только продленная такая конструкция Ну конечно, так это диагноз, который ставится в рамках дифференциальной диагностики с острым коронатным синдромом Там еще и сократимость подает На эхо видно Да Значит, соответственно Ну вот интересно А что-то еще такого плана есть, что имитирует, но не является на самом деле острым коронатным синдромом? Ну сколько угодно Из острых ситуаций, кстати, это расслоение аневризмы, аорты Тоже это, да, это дифференциальный диагноз острого коронатного синдрома Тромбоэмболии легочной артерии массивная Тоже если она не убивает пациента сразу, то она может проявляться тяжелой одышкой и болями за грудиной Конечно Ну вот здесь там Милперикардиты, кстати Опять же, кстати, миоперикардит, он же и на ЭКГ будет проявляться подъемом сегмента СТ Только в отличие от инфаркта, где классически там будет так называемая дискардантность изменений То есть в инфарктных отведениях СТ поползут вверх, а в противоположных вниз При миоперикардите там практически во всех отведениях конструкция под названием сегмент СТ уедет вверх Это интересно с точки зрения диагностики, но еще более для меня интересно Это современные гаджеты Часы, я не знаю, майки, КГ, вот эта вся история Ты как к этому относишься? Насколько это имеет значение? Ну смотри, давай возьмем так У нас боль в груди может быть не только у человека с социальностиндромом, может быть у человека с аритмией Ну теоретически У человека с аритмией в принципе особенность нестабильной какой-то и мерцательной аритмии Которая не постоянная форма, а пароксизмальная Вот возникает резкий пароксизм и возникла боль в груди Ну скажем так, как к этому относиться? К этому надо относиться как к данности И как любой метод исследования, он хорош в определенной нише И он плох, когда кто-то пытается выскакивать за пределы этой ниши То есть действительно сейчас совершенно прав Можно стандартную одноканальную кардиограмму То есть между правой рукой или левой рукой Первое стандартное отведение Можно зарегистрировать вот чем угодно На чем есть два электрода И даже вот на часах вторую руку ты поднес Он пишет первое стандартное отведение Я к этому относился довольно скептически До той поры, пока ко мне не пришел пациент Молодой, с жалобами на пароксизмальное нарушение ритма И он сказал, что я в этот момент записал Кардиограмму часами Вот посмотрите Он показал мне свой телефон И там очень красиво была фибрилляция предсердия То есть таким образом мы достаточно достоверно выявили фибрилляцию предсердия То есть с одной стороны это все работает С другой стороны, как всегда Когда мы начинаем этим методом злоупотреблять То ничего хорошего из этого не выходит Потому что это тревожит пациентов Это тревожит врачей То есть пациенты начинают По каждому чиху Особенно молодые Все же эти телефоны, все эти устройства Они в основном у молодых людей Тревожных Они начинают писать эти кардиограммы Они начинают присылать их на WhatsApp По мейлу какому-то своему доверенному врачу Врачу тоже нужно тратить свое время на разруливание этого невроза Здесь две стороны, две правды Кстати, по поводу ранней регистрации фибрилляции предсердия Это немножко тем-то вбок от торакологии Но тем не менее Ведь по идее зачем это делалось? Это делалось для того, чтобы раньше выявлять И, соответственно, раньше антикоагулировать пациентов То есть предупреждать о развитии инсульта Иследний луп 2021 год Половина пациентов, которым вставляли, вшивали петлевой регистратор Выявляли в три раза чаще фибрилляцию предсердия Антикоагулировали их Частота инсультов не менялась Ну да, здесь важно, наверное, с точки зрения понимания Что исследования идут все равно То есть мы не все знаем про эту историю И не исключено, что в какой-то момент времени Мы найдем какой-то новый метод Гораздо более быстрого и эффективного Для гораздо более быстрой и эффективной диагностики боли в груди Потому что сейчас он требует определенных трудозатрат И врача, и пациента, и финансовых затрат Весьма великих ЭКГ, холтер, трендмил, стресс, эхо, эхо Коронарография Там на сто с лишним тысяч может набежать Если не подходить серьезно к этому вопросу Вопрос альтернативы Экспресс-тест на тропонин Дает что-нибудь Экспресс-тест на тропонин Он дает представление о повреждении миокарда Вот сей момент Ну нам, это важно же Важно, но тут есть несколько нюансов Во-первых, есть болезни, при которых повышение уровня тропонина будет хроническим То есть тропонин, ведь повышение тропонина Это маркер повреждения миокарда Повреждение может быть острым, повреждение может быть хроническим Есть болезни, при которых тропонин повышен в течение длительного времени Второе При остром коронарном синдроме тропонин же повышается не сразу Он повышается там от трех до шести часов Ну там от двух, от часа В зависимости от того, какими наборами вы пользуетесь И там важно, что он взлетает А потом он опускается То есть тропонин на все вопросы не отвечает Тропонин хороший, например, на прием ко мне приходит женщина То же недавнего Вот у меня там уже полсуток болит И так она красиво рассказывает Я понимаю, что болит На кардиограмме какие-то неспецифические изменения И вот здесь, да, я понимаю, что полсуток болит Там 12 часов болит Вот здесь бы хорошо сделать тропонин То есть тропонин тоже всех проблем не решает Хотя, конечно, получение Какого-то биомаркера Это всегда хорошо То, что раньше определили АСТ, ЛТ Нет, ну, АСТ, ЛТ сейчас уже не определяют Поскольку, скажем так, специфичность этих тестов Она не то, что невелика Она просто ничтожная Крайне ничтожная Нет, АСТ, ЛТ уже точно Да, когда-то еще соя лейкоциты определяли Симптом перекрестка Нет, АСТ, ЛТ это все ушло в прошлое МБКФК потихонечку уходит в прошлое Он фигурирует в рекомендациях Но с пометкой, если нет тропонинов Ну, в общем-то сейчас Мне кажется, если в учреждении нет тропонинов То вообще вряд ли это учреждение может работать Честно говоря Потому что если там нет тропонинов А что там вообще есть? Коронарография А на тропонину уже на сдачу не хватило А ну, Ваня Ильич, спасибо тебе большое Общую конструкцию, мне кажется, мы донесли Что боль в груди Бывает боли в груди А бывает и не только И причина может быть как УКС Разрыв аневризма, аорт Синерон, токацуба, все что угодно Но и вертопрогенные причины нередки Мы знаем о том, что действительно Грудной отдел позвоночника практически неподвижен В отношении плоскостей Только немножко какая-то плоскость получается Сагитальная Туда-сюда крутится Потому что в остальном он фиксирован Грудной клеткой, ребрами Но, наверное, вот что стоит упомянуть Еще забыл про важный синдром Титца Классический синдром Титца Это довольно редкая штука Редко, но бывает Если не считать, что вот все, что болит Когда надавливаешь вот здесь Это синдром Титца По сути, это как вариант слабой пенетрантности Просто синдром Титца Но насколько часто вот так приходят люди Которые у себя нащупали инфаркт Приходят, приходят Я же с того и начал, что пациентов Пациенты с болями в грудной клетке Они к кардиологу приходят довольно часто И действительно, чаще всего это боли Либо какие-то скелетно-мышечные Либо, кстати, тоже, о чем мы почему-то не сказали Боли психогенные Как раньше они назывались психогенные Психогенные не очень правильно Да, сейчас я знаю Подожди, но ципластические боли Это Алексей Николаевич Баринов Разрушил все мозг на самом деле Передаем ему проливный привет Но я бы говорил здесь не о ципластических А о функциональных проблемах А о функциональных кардиологиях Они, в принципе, могут быть Как функциональные, например, боли в животе Синдром раздраженной кишки Да, или функциональные диспенсии Ну, по сути дела Наши неврологи выучили Что есть боли ноцицептивные Есть нейропатические А есть все остальное А есть все остальное Во всяком случае Здесь субстрата нет По сути, да Здесь субстрата нет, а болит Когда болит, надо лечить Это всегда проблема Была действительно интересная у нас дискуссия И вопрос у нас, по сути, только один Как все-таки правильно сформулировать диагноз На кардиологию психогенного характера Можно ли это назвать самотоформной дисфункцией Такой болезненный вопрос Особенно сотруднику кафедры Которая в свое время Еще в 80-е годы Если не раньше прошлого века Создала диагноз нейроциркуляторную дистонию Да, но это же наши учителя Владимир Иванович Маколкин Станислав Алексеевич Абакумов Вот, конечно, при всем уважении К нашим учителям Мы сейчас этими терминами НЦД, ВСД Мы не пользуемся Это оказалась такая тупиковая ветвь эволюции Но, кстати, в защиту своих Горячо любимых учителей Я хочу сказать, что благодаря их работам Благодаря тому, что мы имели Огромный опыт работы Мы, я имею в виду сейчас И наших учителей, и нашу клинику И, в общем, себя в том числе С психосоматикой, с такими пациентами У нас был создан замечательный Психосоматический центр У нас в нашей клинике 600-коечная клиника первого меда В основном там и терапии, и хирургии У нас 4 психиатра Только в нашем корпусе Которые нам очень помогают Как формулировать диагноз? Ну, если вы связаны, скажем так, рамками Каких-то медико-экономических стандартов И это вопрос такой вот официальный Мы пишем обычно код J.90 И там есть такая химера Которая называется Саматоформная дисфункция вегетативной нервной системы Вот, у меня эти слова плохо связываются В единое целое Но, тем не менее, я их выучил И для формального диагноза Это вполне достаточно Во всяком случае, там, в терапевтических отделениях Это все проходит, страховые компании не жалуются Вот к этому коду J90 Там с какой-то, по-моему, точкой 90.0, 90.8 Да, ну, в общем, как-то страховые компании мерятся Если я не связан Если я веду просто консультативный прием Если я не связан Вот этими требованиями страховых компаний То, в общем, можно писать Ну, на мой взгляд, все, что угодно Я иногда пишу там И, скажем, иногда, кстати, просто пишу Что данных за сердечно-сосудистые заболевания нет То есть, для того, чтобы не Если я понимаю, что пациенту Ну, вообще лечение не очень нужно То есть, ему достаточно такого вмешательства Которое называется Убедите пациента в доброкачественности симптомов И отсутствии необходимости лечения Наш друг Алексей Николаевич Баринов Эта ситуация говорит Это называется минимальная психологическая интервенция Совершенно верно, да, очень хорошо И это, кстати, очень часто работает Когда ты спрашиваешь пациента Скажите, вас что больше беспокоит? Вас действительно беспокоит эта боль, аритмия и так далее? Или вас беспокоит неопределенность И вы волнуетесь, что за этим симптомом Кроется какая-то тяжелая проблема? И если пациент говорит, что Да, я боюсь, что у меня какая-то серьезная болезнь Я ему говорю, что отпускаю Вашу болезнь Да, вашу болезнь И не нужно вас лечить, только портить И в этой ситуации я даже стараюсь не указывать это в диагнозе Я просто пишу, что данных за сердечно-сосудистые заболевания нет Пациент в лечении у кардиолога не нуждается И как это ни странно, как это ни смешно Многих пациентов это очень устраивает Вот, ну, если я вижу, что это боль в составе Какого-то там тревожного расстройства Ну, иногда так и пишу Тревожное расстройство Направляю пациентов к нашим психиатрам Психотерапевтам Это тоже очень хорошо работает Антон Владимирович, сейчас мне напомнили две сразу истории Историю про осмотр психиатра, когда психических расстройств нет Просто дурак И вторую историю про... Хорошо, что мы не на центральном канале А вход по паролю Да, соответственно Ну, у нас доктора смотрят, я думаю, что они прекрасно понимают, о чем идет речь И вторую историю из доктора Хауса Где был пациент, который, по-моему, в 53 года у него все родственники умирали Дедушка умер в 53 года Папа умер в 53 года И он в 53 года начал умирать Я не помню, главное, что там была заболезнь Но там была вот эта история, что все говорили Чувак, у тебя что-то психогенное А они там реально все начинали умирать Ну, то есть там была какая-то генетическая патология Которая запускалась примерно в одном и том же возрасте Поэтому, опять же, возвращаясь к тому, что если у вас паранойя Еще не знать, что за вами никто не следит Но с боли в грудной клетке нужно быть осторожней Нужно, прежде чем отправлять пациента к психиатру Все-таки полностью исключить у него вероятные сердечные сосудистые патологии О чем нам сегодня Антон Владимирович очень ярко рассказал Поэтому желаю вам всем не пропускать действительно серьезные кардиальные патологии в своей работе И внимательно относиться к пациентам Спасибо, до новых встреч в эфире Мы еще обязательно встретимся и поговорим про боли в нашем цикле Всего доброго До свидания